Витя, выйди, пожалуйста, где связь, выйди, пожалуйста, где получше ловит. В общем, люди, Витя, послушай, люди много звонят, а в Витя, пишут, все переживают, интересуются. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит у вас? Ну, я уже сейчас сказал, да, или что-то не записано было. Нет, ничего не записалось, прервалось сразу. Значит, автомобиль после того, как мы проехали Кобин-Гагин, да, там были библиотеки, очень хорошо приняли, книги взяли, стал, ну, дергаться. По скорости примерно 80 км в час чувствуется, что как бы не хватает горючины, вот так, и он дергается. Вот так мы проехали километров 40, и вообще полностью он встал. Вот. И на эвакуаторе, мы там, на полицию вычисли, среди местных жителей Швеции, это на юге Швеции, на эвакуаторе нас отвезли в городе Сюм, где Синьки, вот, небольшой городок, тысяч 20 жителей, около 20, и там нас отвезли прям в авторемонтную мастерскую, мы попросили, там, или нас, там, в этом. Ремонтники посмотрели и установили, что в самом двигателе причина, там есть какая-то деталь, распределительный вал, ну, это не точно еще, но, как сказать, вероятность этого высокая. И этот вал, он как бы, что-то разрушенный, что-ли, то есть это серьезная поломка, швеция, на этот канал, двигатель, капуст. Да, да, и поломка серьезная. Ремонтировать в Швеции невозможно, деталей нет, так бы Николай, он опытный, в этом деле, он не будет техникум, да, он мог бы это разобрать, собрать, да они тоже могли, если деталь была, разобрать и поставить, это, может быть, тень ушло, но я не знаю точно, ну, только ладно же, деталей нет. Ну да. Мы связались там с руссковидочным населением, и они нам помогли, помогли в том плане, чтобы эвакуатор вызвать и парол сюда, на Клайпиду. Это порция, с которой мы сейчас выпадем, уже где-то полчаса уже. называется «Каунсхам», по-сведски. Будем в Клайпиду. Будем завтра в Клайпиде в 9 утра. В 9 утра по местному времени по Клайпиду. Вить, ну расскажи, расскажи, пожалуйста, а у Игнатия Тихоновича какие планы дальнейшие? Планы какие дальнейшие? Значит, прибыть в Клинград отремонтироваться, это вполне возможно, реально. Игнатий Тихонович прямо сказал, что нам новая машина не нужна. Мы уже подходим к концу поездки. Дело в том, что у нас виза там качается. И мы в Клинград это Россия. Там походим, отремонтируем. У нас уже виза через неделю закончится. И мы выезжаем в Россию, и работаем по России. Вот, если даст Бог, все благополучно будет. Замерены проехать в Санкт-Петербург, Мурман, куда севернее подняться. Ну, по северу поработать. У нас литература еще достаточно. То есть, в ближайших месяцев полтора, вот такие, два. Мы поднимем, благодарим Господа. Ваша молитвенная поддержка всегда чувствуется. Там были мы засевали в лесу, в Швеции. Никакого, я скажу, мы не было. Конечно, неопределенность такая. Что и как, что нам поможет. На Господа возложили все упования наши, надежды. И Господь. Заходим в добрых людей, можно так сказать. Самаряне. Самаряне, которые нас не оставляют. Это по вашим молитвам. Вы все участники наши. Спасибо, Христос. От людей поступают такие вот предложения. В общем, ну, путешествие-то еще там, как говорится, тритонной литературы ждет ведь, правильно? Еще путешествие-то на месяц, как минимум, наверное, растянется, да? Да. Вообще, здесь по полтора может быть. Вот, значит, в чем дело-то? Дело в том, что Газель-то она так по-прежнему, как и было, и будет сыпаться. Понимаешь, в чем дело? Вот. Если Игнатий Тихонович, в общем, не согласен на новый автомобиль, то вот люди, ну, окажут посильную помощь такую в ремонте. В общем, по возможности Газель нужно будет загнать на сервис и поменять вот такие вот агрегаты, просто поставить новые. То есть, как бензонасос, генератор там. Да, но это вполне реально. Взять вот такие детали важные. Конечно, массовый генератор. Я думаю, что мы сделаем это. Ваши силы. Выходите на связь по скайпу. Выходите на связь? Да, да. В Калининграде, да, у нас это, да, получится. Да, и там все вопросы разрешим-то. Когда? Да, хорошо. Все, брат, с Богом. Все вопросы, да, с Богом. Благодарим, обнимаем. Храни Господь. Правильно. Спасибо.